Год спустя после битвы, город, очищенный от насилия и преступности, нашими героями был тих и спокоен. Мистер Икс, главарь мафии, побежденный год назад молодыми полицейскими снова вернулся в беззащитный город, желая отомстить Алексу по похищению Адама, чтобы Алекс и Алиса попали в ловушку. Митти с гордым помощь другу Алексе и Алиса решили пойти друг Алиса, Макс, борец и дворецкий брат Адама, Сэм. Они помогли спасе Алана и вывести старого Мистера Икса. Четверо друзей яростно вступили в бой ради дружбы, добра и меры на улицах города. Чтоб вы понимали, я заснял уже 4 серии игры. Черт, яростно. Ну херня в чем? Херня в том, что дорожка с игрой почему-то не записалась, а дорожка именно микрофона записалась. Странно. Ладненько, это у нас Street of Rage 2. Поэтому, ребята, как-то так. Клади на их рук. Как и было сказано, у нас есть два персонажа. Это Макс и Скейт. Теперь вы видите, у них тут написано характеристики. Макс у нас типа танка, он довольно жесткий. И это более сбалансированный, он больше в технику, в плане количества ударов. Блейз, а она же Алиса, сбалансированный во всем. Скейт, слабый по атаке, защита, но зато у него очень большая скорость и прыжки высокие. Или дальние, я не знаю. Поэтому я играл за Аликсом. Или Макс, Макс, да, вот Макс. Уровень у нас, как и в первой части, у нас появились новые атаки. Это рывок, но за это мы тратим свои жизни. Теперь у врагов есть ХПшка, как вы видите. Подбираем предмет, остались те же самые. Ну, теперь у врагов, так сказать, большое количество ХП стало. Я также буду сохраняться по КД каждую секунду. Захваты все еще странно работают. Теперь у нас появились в игре мини-боссы. Если у нас тогда была только одна локация и босс, то здесь уже нет, ребят. Здесь уже, чтобы дойти до босса, нам нужно убить мини-босса. Есть по три перехода. Ну, короче, я думаю, вы сами сейчас все увидите. Ножик лучше не брать, потому что наши удары сурки наносят, в принципе, так же, как ножик. Но мы меньше раз роняем врага на землю. То есть это менее мучительно. Количество ударов, я не знаю, по идее не ограничено. Только сбивается, когда тебя, ну, бьют, и ты скидываешь оружие. Дубинка все еще самая жесткая. Но пока что, ребят. Если вы помните, раньше дубинка убивала с обычных двух ударов, с сильных с одного, то теперь у таких, как Атласов, она не ваншотит. Теперь главное контролировать, чтобы мы дубинку не скидывали. А то не хочется ее терять. Ее лучше при... На сейф 0 будем сохраняться. Что за бред? Вот, допустим. Вот, первый мини-босс. Как вы видите, у него синий хп-шки, как у босса. Ну, теперь у него есть звездочка. Что такое звездочка? И звездочка это контишки. Если раньше мы могли различать по количеству цвета, да? Ну, даже, на самом деле, наша комбинация так сильнее, чем вот эта дубинка. Поэтому... Ну, даже это не дубинка, это же монтировка, да, у нас. Все, у Джека мы победили. Переходим далее. Вещи у нас пропадают, понятное дело. Я тоже сначала не понял, думал, это уровень я прошел или нет. Оказывается, ребят, нет. Уровень проходится, как и в первой части, когда показывают счет всего. Я не знаю, как он, походу, плечом его или локтем задевает. Да, у нас еще есть подкат, который мы можем использовать, нажимая два раза вперед и атаку. Ну, эти щельки в основном на броски, то есть, если мы к ним подлетаем, они сразу нас забросают. Вот здесь очень ярко, типа... Все прячется. Ну, вот вы видите отличие дубинки и наших ударов. Больно, 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 больно. Все, мы ее ваншотнули, просто переброску. Вот, ребят. А сейчас будет босс. Как вы видите, босс здесь, это у нас бармен. Его бурбон зовут здесь. Ну, слушайте, у него, в принципе, броски довольно такие, жесткие. И он только на... На бросках, видите, сделан. Видите, он специально отходит и потом подходит, чтобы сделать захват. Ну, ребята, как-то так, вот. Вот так у нас прошел первый уровень. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйтесь. И, в принципе, всем пока.